Новый штамм коронавируса уже в 106 странах мира. Омикрон распространяется быстрее дельты. Обезопасить себя от тяжелых последствий ковид поможет вакцинация. В Приднестровье на выбор Синовак, Файзер и Спутник. Сегодня начали прививать и модерный. Скажите, пожалуйста, вы чем хотите ревакцинироваться в настоящее время? Модерный. Модерный. Хорошо, модерный у нас есть. Светлана учитель математики в Бендерском лицее. Привилась к Файзерам еще в начале лета. Перенесла хорошо. Прошло полгода, пришла на ревакцинацию. Выбрала модерну. Для повторной прививки нужна одна доза. Я работаю в школе, у меня очень большой круг общения. Я работаю с детьми, я просто не имею права подвергать детей риску. Вообще, я считаю, что если ты работаешь с детьми и так далее, и не прививаться, это сродни преступлению. Люди охотно вакцинируются модерной. У них желание получить вакцину, востребованную для проезда через заграницу. Поэтому это желание как бы оправдано. У нас вакцина в достаточном количестве. Бендеры получили почти 600 доз модерной. Сейчас ее хранят в специальных морозильных камерах в центре гигиены и эпидемиологии. По 3-4 флакона привозят в городскую поликлинику. В одном таком флаконе 14 доз. Первый раз оставил Pfizer и сейчас ревакцинируюсь с модерной. Уровень детей падает через полгода и надо обязательно второй раз ставить дозу прививки. Вакцинироваться обязательно. Смертность от коронавируса большая, очень особенно у пожилых людей. Надо обязательно ставить вакцины. У меня внуки, дети. Я не хочу их заражать, если я заболею. Сказали, надо делать, значит надо. Мы привыкли, что нужно все прививки делать. Мы делаем. Если прививаетесь первый раз и ваш выбор модерна, нужны две дозы. Перерыв между ними 28 дней. Для ревакцинации одна доза. Записаться на прививку можно в поликлинике возле дома или онлайн на портале Госуслуг.